Здравствуйте! Это новости губернии в студии Александр Кобыльсков. Начинаем с главной темы этого дня. Прямая линия с президентом продолжалась почти 4 часа. За это время глава государства ответил на 73 вопроса, которые мы задавали как непосредственно в студии, оборудованной в гостином дворе, так и из разных регионов России. Всего же в колл-центры поступило 2 миллиона 600 тысяч обращений, в том числе и из Самарской области. Геополитика, экономика, сельское хозяйство, спорт, ЖКХ, дороги. Несмотря на то, что во время прошлой прямой линии вы, Владимир Владимирович, распорядились разобраться с плачевным состоянием дорог во многих регионах, вопросов об этой беде меньше не стало. Нам пришли сотни ММС-сообщений, наглядно демонстрирующих отвратительное состояние дорог. Просто бесконечная грязь и гигантские ямы в Самарской области. А в дагестанском селе Маджолис, несмотря на то, что есть асфальтовый завод, при этом, как пишут местные жители, асфальтированных дорог практически нет. Связано это в том числе с недостатком ресурсов на эти цели. Я сейчас не буду вдаваться в детали. Мы когда-то говорили и сделали это. Повысили акцизы с целью улучшить ситуацию с финансированием дорожного строительства. Часть этих средств поступает на федеральный уровень, а часть в региональный. Мы недавно только, не так давно, хотя, уверяю вас, регулярно к этой теме возвращаемся. Беседовал я с министром финансов. Как обычно, министерство финансов очень бережно относится к федеральной части. Но нам придется принять какие-то решения, связанные с увеличением финансирования, с увеличением финансирования дорог на региональном и муниципальном уровне. Впрочем, сейчас дорожные вопросы, которым не один десяток лет, решают. Так, в нашем регионе это один из приоритетных для региональной власти и лично губернатора вопросов. Только в этом году на строительство, реконструкцию и ремонт всех областных автодорог из федерального и регионального бюджета направлена рекордная сумма – 27 миллиардов рублей. В Самаре финансирование дорожных работ – 14 миллиардов. Это в 30 раз больше, чем в 2012. Это позволит привести в порядок или построить заново более 50 дорог. Не менее интенсивно ведутся дорожные работы в Тольятти. Город ежегодно получает по миллиарду рублей на ремонт внутригородских магистралей. А в этом году при поддержке федерального центра сумма будет увеличена до 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Всего за последние пять лет на дороге области из бюджетов всех уровней выделено около 100 миллиардов. Наверное, и жители Самары, и Самарской области, и гости, которые приезжают сюда, увидели колоссальный объем транспортного строительства. Это касается не только дорог, это и аэропорт, и другие объекты инфраструктуры. И, конечно же, без воли губернатора и без взаимодействия на уровне субъекта федерации такие федеральные стройки были бы в такие стройки невозможны. Тема, которая касается всех, и частные случаи. Почти четыре часа, десятки вопросов. И более двух с половиной миллионов обращений через колл-центр, в том числе из Самарской области. Странный вопрос. Губернатор Меркушкин лишает федеральных ветеранов каких-то пособий. Я даже не понимаю, о чем речь. Как это губернатор любой, не только Николай Меркушкин, но и другие могут прекратить выплаты федеральным льготникам. Вот это мне непонятно. Речь идет, по всей видимости, о новом порядке соцподдержки. Стоит отметить, что статус ветерана труда Российской Федерации устанавливается федеральными законами. При этом финансовое обеспечение лежит на регионе и регулируется законами субъекта. В конце 2015-го право устанавливать критерии нуждаемости при решении вопросов соцподдержки отдельных категорий граждан было предоставлено регионом. Вот что сообщил руководитель Департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Илья Владимирович Чернышев. В 2017 году с учетом возможности бюджета Самарской области принято решение о введении критериев нуждаемости при предоставлении мер соцподдержки для отдельных категорий, в том числе для ветеранов труда. Хочу подчеркнуть, что выплаты сохранились для тех ветеранов труда, чья пенсия не превышает 19,5 тысяч рублей. Это 2,5 величины прожиточного минимума пенсионера. Принятый у нас уровень один из самых высоких в стране. В некоторых регионах эта планка находится на уровне единицы. В этом как раз и заключается принцип адресности. Помогать тем, кто в этом нуждается, острее всего. И это решение позволило перераспределить средства и дополнительно помочь людям, оказавшимся за чертой бедности или в трудной жизненной ситуации. А среди них многодетные, опекунские, приемные семьи, сироты, люди с доходом ниже прожиточного минимума. Размер социального пособия малоимущим увеличен почти в 3,5 раза. Проиндексирована выплата приемным и опекаемым детям и замещающим родителям, опекунам. До 50% увеличен размер компенсации за коммунальные услуги многодетным. Выпускники-сироты, которые воспитываются в замещающих семьях, теперь получают новую единовременную выплату. Также руководитель департамента информационной политики подчеркнул, что ранее, еще три года назад, по инициативе главы региона было принято принципиальное решение по оптимизации бюджетных затрат. Сократить расходы на содержание органов власти на 2 миллиарда рублей. А в конце прошлого года губернатор поставил задачу уменьшить эти затраты еще на 2 миллиарда 800 миллионов. С 2017 года на 10% сократилась зарплата региональных госслужащих, включая и самого губернатора. На 15% снижены расходы на содержание госучреждений. Часть из них ликвидирована. Сокращается правительственный автопарк. Вся экономия также направлена на решение социально-экономических задач, в том числе на оказание помощи наиболее нуждающимся жителям области. Тема, которую прокомментировал глава государства в целом, касается большинства регионов России. Развитие сельского хозяйства Самарской области здесь, кстати, тоже есть чем похвастаться. В прошлом году собрали рекордные урожаи зерна. Подготовка к чемпионату мира по футболу и подготовка игроков. Президент подчеркнул, ставку нужно делать на своих, а не легионеров. В нашем регионе это поняли давно. В Тольятти работает Академия Коноплева, где воспитывают будущих футболистов. Главная инициатива ее власть поддержит и ответственность людей. Губернатор провел встречу с общественными советами микрорайонов Самары. Напомню, всего их сформировано 355. В их составе активисты, старшие многоквартирных домов, представители социальных и коммерческих структур, органов власти и общественных организаций. Именно они знают о проблемах отдельного двора, улицы или квартала и предлагают свои пути решения. О первых результатах в нашем материале. Активность жителей – это, пожалуй, главное в реформе местного самоуправления. На просьбу власти работать вместе откликнулись многие. Светлана Александровна Потоцкая рассказывает, в ее микрорайоне проживает 3250 человек. На общем собрании приняли решение об участии в федеральной программе «Комфортная городская среда». Подли заявки на четыре дома документы оформили быстро, и уже к 3 мая все было готово. В итоге на решение проблем микрорайон получит 5,5 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Это большое подспорье для территории. Будут проведены асфальтирование внутриквартальных проездов, ремонт и устройство новых тротуаров, установка освещения, ремонт входных групп, установка скамеек и урн. Также мы проведем комплексное благоустройство детской площадки. А вот и другой пример. Сергей Сергеевич Лиманин говорит, в их микрорайоне была большая гаражная проблема. Даже полиции порой найти собственников было сложно. Но совместно с жителями этот вопрос решился довольно быстро. Люди стали заинтересованы в результате. «Один из собственников после вывоза гаража установил на освободившемся пространстве лавочки, тем самым организовав зону отдыха. За прошедшее время было вывезено 3 гаража самими собственниками, и еще 4 гаража было вывезено за счет администрации. Наш опыт переняли также другие ОСМ Ленинского района». На сайте Думы уже открыт раздел «Мой ОСМ», где по месту жительства можно найти контакты управляющего микрорайоном. Губернатор призвал активистов подойти к работе со всей ответственностью. Помогут общественники и в сборе налогов. Уже давно прошли обучение. Владимир Николаевич Купцов рассказывает, как он выявил точку незаконной продажи алкоголя. «Сработали знания, полученные накануне, потому что помимо адреса мы должны обращать внимание в лицензии, как вы видите на слайде, на организацию лицензиата и на срок действия данного документа. А вот с последним дело обстояло печально. Срок лицензии истек в 2014 году. Информация эта была оперативно доведена до Департамента регулирования оборота алкогольной продукции. И то, что из этого вышло, вы можете наблюдать в следующем видеосюжете». Около тысячи бутылок алкоголя пытались продать без лицензии. Нарушения в торговом павильоне на пересечении Шушинской и Новосадовой обнаружили благодаря бдительности активистов Общественного совета Октябрьского района Самары. Штраф для нарушителей составит 800-900 тысяч рублей. Владимир Николаевич Купцов уверяет, подобных точек много. Собственно, и в этой, через несколько дней, опять стали продавать алкоголь. «Между тем, минимальный штраф на юрлицо – 50 тысяч рублей. Допустим, в районе 44 микрорайона, в каждом по 100 человек. Если каждый хотя бы однажды за год зафиксирует нарушение, то сумма штрафов составит 220 миллионов рублей. Кому, как не людям, на местах знать реальное положение дел в сфере торговли и промышленности на территории. 80% дополнительно собранных средств будет возвращаться на развитие микрорайона. Решение, на что их направить, примут сами жители. Мы договорились, что все, что дополнительно будет на этих вещах заработано, 80% дополнительных вернутся в этом году микрорайону. 80%. Мы рассчитываем, что если все нормально пойдет, заработать 5-6 миллиардов рублей дополнительно в бюджет. Если из них 3-4 миллиарда придут напрямую к микрорайонам, я хочу сказать, это в десятки, в некоторых случаях, в сотни раз больше, чем бы раньше имели денег на решение каких-то местных вопросов. Формирование советов микрорайонов – это продолжение реформы местного самоуправления. Задачу приблизить власть к людям поставил президент России Владимир Владимирович Путин. Особенно актуальна эта проблема была в крупных городах. Например, один район Самары – это 200 тысяч человек, поэтому администрация всех забот жителей не знала. С появлением общественных советов расстояние значительно сократилось. В их составе представители разных уровней власти, активно идет работа и в соцсетях. В Кировском районе многие решения принимаются как раз в интернете. Люди голосуют, обсуждают. Вы, наверное, обратили внимание, и вот на слайдах по многим районам, вот есть некоторая особенность, что очень большая сейчас повлеченность идет молодежи. Молодежи вот в эти процессы. Это принципиально важный момент, который мы должны учитывать и создавать такие условия, чтобы они могли самореализовываться. Члены советов будут подписывать акты приема сдачи всех видов работ по благоустройству, содержанию, эксплуатации и ремонту домов и дорог. Без их согласования подрядчик не получит оплаты. Я бы просил вас очень жестко контролировать. Очень жестко. Вот едешь по городу, ну даже пусть даже в Волжское шоссе, смотришь, дорога хорошая, все это, стыки, бордюр не застыкованы, там пыль, там грязь, там дождь пошел с этого стыка, где накопилась грязь, на дорогу грязь. Высохла дорога, машина пошла, пыльная дорога. Если мы вот эти детали, каждую деталь четко не отработаем, не отработаем, у нас не будет все равно того состояния, о котором, ну, хотелось бы, чтобы у нас появилось это, что мы постоянно гордились тем, что мы делаем. Задачу, поставленную президентом, приблизить власть к людям, Самарская область реализует первой в стране. И в этом вопросе может стать примером для других субъектов. Уважаемый Николай Иванович, хочу выразить вам благодарность от всех нас, от всех жителей нашего города за ваши инициативы по развитию системы самоуправления, которая, конечно же, развивает наш город. Я уверена, что мы вместе преобразим наш город. Глава региона подчеркнул, в будущем аналогичные структуры будут созданы и в других муниципальных образованиях Самарской области. Общественные советы уже в деле. Благодаря их инициативе преобразится парк 50-летия октября и улица Победы. Проекты сегодня представили губернатору. Уже скоро они воплотятся в жизнь. О переменах Ольга Павловская. Парк имени 50-летия октября, или как его иначе называют парк металлургов, был открыт в 68-м году. Главная достопримечательность – естественное озеро. И вот этот фонтан – царевна лебедь. Летом здесь катаются на лодках и катамаранах. На озере живут ручные утки и лебеди. Для их зимовки сооружен отапливаемый домик. В прошлом году глава региона осмотрел территорию, поручил срочно заняться реконструкцией. Тогда запах в парке не располагал для отдыха. Систему канализации уже привели в порядок. По остальному готов проект. Плитку нам, проектировщики, предлагают бесфасочную, чтобы можно было, соответственно, на ней с детской коляской, допустим, на каблуках проходить. То есть это новый формат плитки, который сейчас городом используется на тротуарах, вот и в Молдогвардейске, и в Волжске. Она у нас есть? Да. Самара производит? Да. Точно? Точно. Появятся современные зоны отдыха для детей. Губернатор поручил рассмотреть вопросы размещения аттракционов. Построят и спортивные площадки. Глава региона подчеркнул, они должны быть универсальными, то есть подходить и для мини-футбола, баскетбола, волейбола. Зимой необходим здесь и каток. Изменения коснутся и концертной площадки. Сцены расширят, а входную группу, раньше в ней располагались билетные кассы, уберут. В ней нет необходимости. К тому же она загораживает обзор. Преображение парка – это инициатива общественных советов. Просили жители об этом губернатора и в ходе предвыборных встреч. Струкция улицы Победы. Выполнить не только замену асфальта, но и благоустройство. Глава региона подчеркивает, работу необходимо сделать качественно. Например, отбойники не должны быть страшными. Речь идет и о ремонте фасадов. Пока с темпами в целом по городу есть проблемы. Как эти тысячу домов в июле месяце начать и все качественно, хорошо сделать? Я, выслушай, тебе хочу сказать, я это не представляю. Понимаешь? Это так же, как все время, все 20-30 лет в Самаре делали. Или 20-25 лет. Залатали, а на будущий год все снова. Это только так можно. Губернатор предупредил, в случае некачественных работ или промедления по срокам будут приняты кадровые решения. Что касается улицы Победы, то речь идет в первую очередь о благоустройстве от проспекта Кирова до улицы Елизарова. Деньги на проект привлекут в том числе благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда». Хорошо, давайте по улице Победы я за. Давайте через источники разные двигаться дальше и по другим районам. что в любом случае мы даже основные эти вещи так или иначе должны эту работу вести. Подобную работу. Как это и на Московском шоссе, как там на Новосадовой и по другим. Там, где есть возможности скверики восстановить, как вы говорите. И велодорожки, да. Давайте. При этом губернатор подчеркнул, многое зависит и от общественных советов. Их инициативы всегда будут поддерживать. При этом жители могут помочь и с материальной стороной вопроса. 80% привлеченных денег активистами, это налоги, штрафы, будут возвращаться на развитие этой территории. С появлением общественных советов получилась такая поддержка, да, вот у нас, что вот мы сейчас губернатор, он нас поддерживается, вот с нашей инициативой. Ну, конечно, это очень хорошо, это прямой такой диалог получается. Для нас это очень важно. Будем надеяться, что в течение ближайших лет мы увидим обновленную улицу Победы и обновленный парк Металлургов. У нас будет очень все здорово. Ольга Павловская, Алексей Вермицкин. Новости губерния. Юбилей сегодня отмечает почетный гражданин Самары, герой соцтруда, кавалер орденов Ленина и трудового красного знамени, лауреат государственной и ленинской премии Геннадия Петровича Аншакову, 80. Свыше 30 лет он заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс». Выдающийся ученый, член-корреспондент Российской Академии Наук внес значительный вклад в создание надежных ракет-носителей среднего класса типа «Молния», «Союз», «Союз-У», «Союз-ФГ», а также их последующих модификаций «Союз-2» и «Союз-СТК». В числе разработок доктора наук профессора Аншакова комплексы управления национальными космическими системами, позволяющими решать широкий спектр задач как по наблюдению за земной поверхностью, так и по управлению и функционированию космических аппаратов. Юбиляра, который полон силы и по-прежнему занимает почетное место в строю отечественных ракетостроителей, поздравил губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. Человеку 80, мы должны все с вас брать примеры, даже в этом отношении. Вы и сегодня очень такой активный, боевой, острый, живой во всех отношениях. И, конечно, это очень о многом говорит. Вы прожили такую жизнь, где вы постоянно творили, работали вдохновенно, творчески, с воодушевлением. Про Игната Петровича можно говорить, на самом деле, очень и очень долго. Дай Бог вам здоровья и дальше оставаться таким. Работы очень и очень много. Я пока тоже задействован в этих делах. Поэтому, знаете, какого-то вот даты такой для меня, что вот завтра сегодня так было, завтра это нет. Естественный процесс идет уже много-много лет. Руководство и города, и области всегда заинтересовано и помогает нашему предприятию. Все-таки наше предприятие одно из базовых предприятий в области. Да не только в области. Это же Самара космическая, благодаря ракетно-космическому центру «Прогресс». Поэтому здесь помощь от них всегда, ну, соответственно, и мы благодарны и готовы всегда выполнить любое поручение и просьбу. Десять дней, десять смен, более двух тысяч участников на Мострюковских озерах стартовала и в ЛГМ «Ария Шпакова» о церемонии открытия, впечатлениях участников и о том, чем запомнился первый день юбилейного форума. «Более двух тысяч человек из регионов Приморского федерального округа, представители 21 страны мира. Все они участники пятой юбилейной Иволги и у каждого из них свой инновационный проект. Пожалуй, за этой молодежью действительно будущее». Десять дней, десять профильных смен на кону гранты на воплощение своих идей в жизнь. «Призовой фонд 8 миллионов, плюс еще федеральное агентство по делам молодежи, плюс другие институты развития, которые принимают участие, в том числе и в инновационной смене. И, конечно, для наших молодых людей, которые участвуют в форуме, это такой первый в жизни, может быть, стартап». «Все это проводится под чутким руководством полномочного представителя президента Российской Федерации Бабича Михаила Викторовича. Сегодня это молодежная столица нашей России». На церемонии открытия форума весь масштаб Иволги. Молодые, инициативные и талантливые. «Пятый юбилейный молодежный форум Приморского федерального округа открытым!» «Дорогие друзья, форум открыт!» «Ребята, с добрым утром, пора просыпаться!» Чтобы почувствовать Иволгу, нужно проснуться в полевых условиях. Участники все 10 дней живут вот в таких палаточных городках. Размещение по тематическим сменам, к примеру, здесь молодые политики. Их на форуме больше всех. Многие на Иволге не в первый раз Надежда Роднова вполне может проводить экскурсию по поляне. «Я на Иволге получил прописку еще в 2013 году и не пропускаю ни одной». «Чтобы проекты защищать бодро каждое утро на Иволге зарядка!» «Как говорится, в здоровом теле здоровый дух!» «Привет, скажи, почему пришел сегодня на зарядку?» «Ну, все-таки нужно как-то просыпаться. Ночь была, конечно, такой крепкой-крепкой, дороги почти не спали. Вот, пришел размяться немного». «Как прошла первая ночь на Иволге. Действительно ли утро доброе?» «Ну, я взял матрас все-таки, поэтому мне спалось очень крепко и хорошо, поэтому утро все-таки доброе, хотя хочется спать немного». После зарядки завтрак. Тут свой порядок, полевая кухня на территории палаточных лагерей. «Как каша, очень вкусно». «Пищу для ума» участники форума будут получать на тренинговых программах. Они тоже стартовали сегодня. Лекции, мастер-классы, диалоги и дискуссии будут проходить ежедневно и занимать большую часть Иволге. «Те гранты, те проекты, которые идут, это одна сторона медали или это одна часть. Мы здесь большое внимание уделяем образовательной программе. Мы понимаем, что не все получат гранты, но все пройдут обучение, и эти ребята будут изменяться, они станут более профессиональными, компетентными». Презентация проекта софорума в режиме конвейера. Свои идеи участники рассказывают вот в таких шатрах, каждый по направлению. К примеру, здесь политика, здесь предприниматели. Пять минут на презентацию и столько же на ответы на вопросы. Тем, кто конвейер решил посетить в первый день его работы, определенный бонус. Есть возможность доработать свои проекты с учетом всех замечаний и представить их еще раз. «По ошибкам пока ничего не сказали, единственное, нужно будет представить смету в свою работу. Вот сейчас буду уже дорабатывать проект заключается в том, чтобы изучить архивные документы своего города, города Новакуйбышевска, и на выявление мест захоронения земляков, которые были, погибли, вернее, во время Великой Отечественной войны за пределами Самарской области. Выезд, осуществить к местам захоронения или положительным местам захоронения, взять оттуда горсть земли, привезти на родину, открыть мемориал. Таким образом, каждый солдат, каждый гражданин сможет вернуться домой». Популярность и Волги понятна. Для молодых людей это не просто площадка для обмена опытом, но и трамплин к воплощению своих инновационных проектов в жизнь. Мария Шпакова, Сергей Костин, новости губерния. Впереди вас ждет еще один сюжет, а я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Рыком лев Аскольд показывает свой царский характер, но на самом деле он ласковый и охотно идет на контакт с посетителями. «Первый раз, когда подавал кусок, было немножко жутко, а потом как-то привычно становится. Но забавно наблюдать, когда соской все-таки кормишь, как маленького котенка». «На самом деле, масса положительных эмоций мы ощущаем после посещения этого зоопарка. Далеко не в каждом зоопарке есть возможность увидеть хищника, пообщаться с ним поближе». Животное контактного зоопарка собрано со всей России. Например, леопард Цезарь, ему 9 месяцев, и можно не только покормить, сфотографироваться, но и также он умеет выполнять команды. Сидеть. Цезарь воспринимает все происходящее как игру, и для забавы посетителей встает на задние лапы. По соседству поселился львица и необыкновенный питомец, Генета. Похоже на кошку, а поведением немного напоминает хорька. В контактном зоопарке можно встретить белок, енотов, хорьков, лисиц, волка, ямалайского и бурого медведя. Цезарь хороший, дай гать. Молодец, молодец. В вольеры для безопасности посетителей можно заходить только в присутствии смотрителя, который расскажет о животном и объяснит, как его угостить и погладить. Фотографироваться можно абсолютно бесплатно. «У нас порядка 14 видов животных, то есть 14 вольеров. Ко всем вольерам можно зайти, покормить, погладить. Некоторых хищников даже можно взять на руки». Пообщаться с уникальными животными можно каждый день с 10 утра до 9 вечера в торгово-развлекательном комплексе «Космопорт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова